я конечно же пошутил когда сказал что пушка стреляет в час дня они в полдень из экономии пороха это шутка да а я поверила я слышала еще одну легенду легенда гласит что любой студент университета проходящий через ворота единбургского замка не сдаст свои выпускные экзамены то-то я наблюдаю в замке много молодых людей видимо они бросили учебу опять шутишь высшее образование для шотландцев бесплатно в отличие от иностранцев и англичан часовня святой маргариты самое старое уцелевшее здание в шотландии король давид 1 построил эту часовню в конце 11 века в память о своей матери когда роберт брюс осадил замок в 1314 году он разрушил все здания в крепости кроме этого это маленькая часовня до сих пор используется по назначению в ней проходят службы и свадьбы да странно что многие мужчины заходят в часовню не снимая головные уборы мой стабилизатор для телефона стал время от времени вести себя непредсказуемо и в конце концов отключился полностью это как склепе 8 века церкви городка рептона ну там стабилизатор ходуном ходил его трясло так что в руках было сложно удержать опять мистика какая-то это видео можно посмотреть на канале называется сюжет мистические события в склепе церкви рептон пришлось дальше снимать на маленькую камеру экшен камеру закрепил на плече но кривовато все получилось при ходьбе изображения дергается приношу большой пардон за неудобство просмотра какие красивые старые автомобили так это же свадьба которую мы видели на подъезде к замку часовни святой маргариты будут венчаться еще один интересный случай расскажу в 1715 году якобиты были полной решимости свергнуть престол во время осады якобиты пытались штурмовать замок ночью используя лестницу тем не менее лестница оказалась слишком короткой остановив восстание якобиты просидели внизу до утра где они были обнаружены и быстро арестованы предупреждение на дронах летать нельзя а я и не собирался обрати внимание какая огромная очередь это посмотреть королевские сокровища да мы не пойдем туда во первых там фотографировать нельзя во вторых там камня судьбы нет его опять англичане забрали на коронацию чарльза третьего и еще не вернули назад я пойду посмотрю гранд-холл а я не пойду устала сегодня уже я посижу немного на скамейке отдохнул я тоже сегодня немного замучился да нам уже не по 20 лет и даже уже далеко не по 40 гранд-холл большой зал эдинбургского замка построен в 1511 году захвативший в 1650 году замок кромвель превратил большой зал в казармы в зале были построены еще два этажа более 200 лет тут жили солдаты практически исчез весь интерьер зала в 1886 году в зале начались реставрационные работы довольно хорошо сохранилась только деревянная крыша сделанная без единого гвоздя с росписями которые закоптились и их уже трудно рассмотреть неплохая коллекция шотландских палашей со сложным корзинообразным эфесом картина ричарда ансделла битва за штандарт изображающий захват французского орла энсеном чарльзом юартом в битве при ватерло интересный факт о замке и в особенности с гранд-холлом связанные с ссср в декабре 1984 года в ходе визита горбачева в великобританию планировалось что он посетит эдинбургский замок перед предполаганием визитом горбачева сотрудники кгб обследовали гранд-холл нашли отверстие в районе камина и потребовали заделать их оказалось что это были маленькие отверстия проделаны еще во времена правления короля шотландии якого 4 чтобы подглядывать за придворными и подслушивать их разговоры эти отверстия получили название уши лорда 21 декабря за день до запланированного окончания визита когда гости улетели в эдинбург приходит новость о смерти министра обороны дмитрий устинова было принято решение что пока самолет будет готовиться к отлету в аэропорту горбачев ненадолго посетит дворец холлирут одной из резиденций британских монархов в шотландии на подготовленный было обед в эдинбургском замке вместо отсутствовавших советских гостей пригласили постояльцев дома престарелых я думаю старики были счастливы посмотрел насколько хватило сил национальный военный музей шотландии который тоже находится в замке еще один интересный факт об эдинбургском замке в 1838 году полк шотландских горцев вернулся в эдинбург с острова шри-ланка что находится около индии с собой они привезли слона в качестве полкового талисмана поскольку замок был одним из главных пехотных казарм слон жил на месте со своими товарищами и стал главой их оркестра у него также появилась страсть к пиву солдаты научили слона пить пиво полюбовался картинами тонкая красная линия штурм угомона в битве при ватерло и другие картины замок не только испытывал множество осад но также различные интриги и даже убийства происходили в стенах замка про королеву марию стюард рассказывать не буду иначе это затянется надолго но все же еще одну реальную историю расскажу black дина историческое событие которое произошло в 1440 году в замке эдинбурга клан дуглас стал настолько сильным и влиятельным что в начале 15 века в шотландии видели в них угрозу королевской власти в 1440 году 16-летний уильям дуглас и его младший брат были приглашены на обед к 10-летнему королю шотландии якову второму позже это событие назвали черным ужином обед был организован лорд-канцлером сэром уильямом крайтоном в самый разгар пира когда гости сидели за столом и провозглашали тосты в честь его величества двери большого холла эдинбургского замка открылась и вошли слуги которые занесли закрытый поднос с головой черного быка символом скорой смерти поставили перед графом дугласом и открыли как только он увидел голову он все понял братьев дугласов сразу же схватили вытащили на замковую гору устроили судилище отсекли им головы позже клан дуглас взял в осаду эдинбургский замок поняв опасность крайтон сдал замок и потом был награжден титулом лорд крайтон до сих пор не ясно кто именно организовал это убийство хотя считается что это сделали кланы ливингстон и бьюкен но все пора заканчивать с осмотром замка нельзя объять необъятные после выхода из крепости стабилизатор снова заработал замковые духи отстали от тебя пора идти на вокзал и ехать в город стерлинг чтобы завтра опять вернуться утром в эдинбург а как правильно говорить стирлинг стерлинг или стерлинг правильно стерлинг и это название города не имеет никакого отношения к фунту стерлинга но разве можно просто так уйти единбург не отпускает везде хочется задержаться посмотреть послушать уличных музыкантов и 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok